В актовом зале Щелковского лицея номер 7 состоялось занятие-инструктаж по поэтапному формированию сборных эвакуационных пунктов для населения. Лицей не единожды занимал призовые места в областном конкурсе по развертыванию эвакуационного пункта и выдаче средств индивидуальной защиты. На занятия присутствовали заместители по безопасности руководителей школ, а также детских садов, на базе которых могут быть размещены сборные эвакуационные пункты. Стало известно, что в октябре были проведены отработаны учения по гражданской обороне, а в ближайшем будущем планируется привлечь граждан для их обучения поведению в чрезвычайных ситуациях. В следующий год у нас будет проведена проверка МЧС Московской области, в плане мы находимся. Поэтому мы сейчас полномерно в этом году и в следующем году будем проводить все мероприятия обучать, давать нормативные документы, в которых изменения произошли. Представитель отдела гражданской обороны показал зрителям презентацию о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А заместитель директора по безопасности лицея номер 7 рассказала о соответствующей работе в их учреждении и продемонстрировала, по какой уже отработанной схеме действуют их сотрудники. К нам приходит сюда на эвакуационный пункт население, не работающее, в количестве 5477 человек. Значит, это две группы населения. Первая – это люди, которые живут в ближайших районах улицы Парково, Иваново, улица Центральная, улица Пушкина. В общем, они все привязаны к нам. Ну, в районе где-то 4,5 тысячи. Плюс три предприятия экономики – это, значит, ЗАО «Хлеб», теперь Межрегион «Газ» и фабрика технических «Тани». При чрезвычайной ситуации граждан регистрируют, вручают эвакуационные бланки, формируют из них колонны, выдают средства индивидуальной защиты и направляют в безопасную зону. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Само еще.